Я, собственно говоря, намерен коротко сделать такой исторический очерк современного российского либерализма, если угодно, и более подробно остановиться на том, что происходит именно сейчас. Ну, вы, наверное, все ощущаете и сами знаете, что 90-е годы у нас считают современным правление либералов, и, соответственно, я думаю, что большая часть людей, которые провозглашали эти лозунги. Совершенно верно. Ну, то есть, если так, в самых общих чертах большинство российских граждан считает, что Ельцин, Гайдар, Чубайс, вот эти вот люди, они справедливы, несправедливы, но, как правило, связываются с либеральным трендом, или там, как тогда говорили демократы, значит, ненавистники говорили дерьмократы. Вот, и я почему об этом сейчас говорю, потому что мы, те, кто считает себя современными представителями либерального тренда, мы испытываем серьезные проблемы с этим связанными, потому что те, которые, которые создавали либералы, с тех пор, они любят, они это не любуют, но и носят на нас. И, кроме того, есть генетаргонические людей, которые с тех пор, они до сих пор сохраняются. В первых руках российская оппозиция, прежде всего, это лишь Борис Михайлов, вот, он проделал огромный путь и предпринимает огромные усилия для того, чтобы проблемы, о которых я сейчас говорю, и культурно изжить, и преодолеть, но, к сожалению, эти проблемы все сохраняются, в том числе отношения лично к нему. И, на мой взгляд, ключевой датой, когда закончился юбилит образца 90-х годов, был 2003 год, это позорное поражение двух главных партий на выборы Государственной Думы, когда они еще были относительно конкурентными, и у них, конечно, была возможность и у той, и у другой партии Государственной Думы пройти, я говорю о Японских Союзе Правых Сил. И, во всяком случае, точно они могли бы, если бы нашли все политическое мужество, объединить свои усилия в качестве объединенной партии, не просто пройти в Госдуму, но и стать достаточно заметной какой-то силой. Но большую часть своих усилий они потратили на то, чтобы в явной или неявной степени конкурировать друг с другом, эта история более или менее известна. И итог ее таков, что СПС даже и близко не подошел к 5-процентному барьеру, а Яблоко, известный такой исторический анекдот, чуть было не прошло, и ночью Путин позвонил Явлинскому, поздравил его с прохождением Государственной Думы, а потом к утру выяснилось, что наброс бюллетеней за Единую Россию оказался такой, что Яблоко вместо 5,1% получило в итоге 4,90, по-моему, 9 или 7, я не помню сейчас точно. И когда это произошло и стало неким фактом, то в Кремле решили, видимо, ну, что умерла, так умерла, дескать. В общем, специально за уши тянуть их не нужно, и, соответственно, шокирующим образом для очень многих, для всего либерального эстаблишмента, потому что тогда еще он был достаточно значителен и, в общем, влиятельен, ни та, ни другая партия в Государственную Думу не прошли. Тогда появились первые рефлексы относительно серьезной угрозы авторитаризма со стороны Путина и его окружения, и тогда был практически сразу по следам этих выборов в Государственную Думу сформирован так называемый Комитет 2008. Но фрустрации, разочарования тем, что произошло, были очень велики, и было понятно, что нужны какие-то радикальные изменения для того, чтобы изменить эту ситуацию. И в поисках этих изменений решили в качестве руководителя этой новой организации пригласить какую-то новую, свежую фигуру, человек, который ранее не участвовал, не был членом ни СПС, ни Яблоко, и вообще не имел большого отношения к российской политике. В качестве кандидата на такую должность почти сразу назвали Гарри Каспарова. Для него это было достаточно неожиданным. Тут я должен сделать маленькое отступление, объяснить, почему я осведомлен во всех этих событиях. Я сам примерно с 1996 года с Каспаровым работал в области шахматной информации, то есть я руководил интернет-проектами шахматными, первые шахматные сайты, которые вообще появились в российском интернете. Это клуб Каспарова, покупка Каспарова в час, сайты на английском языке, игровые зоны, вот эти все вещи. Я там либо руководил этим проектом, либо принимал в них активное участие. И, конечно, с Гарри мы тесно взаимодействовали. Поэтому я знаю его реакцию на это, он это было для него полной неожиданностью. Предложил это, если не память не изменяет, сейчас то ли Шандерович, то ли Пархоменко, или они оба, и он подумав, согласился. Это еще не было его окончательным переходом в политику, он еще достаточно долгое время, года полтора после этого играл в шахматы. И так или иначе он в тот момент предложил мне помогать ему в этих делах и как-то погружаться с ним вместе в этот контекст. До этого это для меня было абсолютно терра инкогнито, я не имел никакого опыта в участии в политических организациях в 90-х годах, если не считать всяких таких анекдотических историй типа партии любителей пива, но это были развлечения молодости. Когда произошли все эти события и организовался комитет 2008, это был некий новый жизненный вызов, мне было интересно. Я вместе с Каспаровым в качестве его помощника начал постепенно пытаться вникнуть в то, что происходит. И повестка комитета 2008, она была на протяжении всего 2004 года, первая половина, по крайней мере, 2004 года такая, что речь шла о том, чтобы Яблоко и СПС должны объединить усилия, а возможно даже объединиться в одну партию, и вот под внешним таким бетражом в лице Каспарова и при участии не входящего ни в ту, ни в другую партию Владимира Рыжкова, который был депутат Государственной Думы, достаточно тоже видна полиция композиционная, вот в этом кругу должна была сформироваться некая сила, которая должна была бы сформировать новую демократическую оппозицию, либеральную, которая могла бы стать настоящим оппонентом правящего режима. Вот, и унылое зрелище, значит, представляли эти переговоры. Долго мы наблюдали за тем, как представители СПС и Яблоко торгуются по каким-то совершенно незначительным мелочам. Смотреть на это было никаких сил, не было никаких сил, возможностей, и в конце концов Каспаров-Саршковым решили, что они должны сделать какой-то новый партийный проект, значит, не связываться ни с Яблоко, ни с СПС, и предложить тем, кто хочет его создать, как-то в этом участвовать. Вот, так появилась идея создания, воссоздания республиканской партии. РПР существовала с самого начала 90-х годов, ее возглавлял такой политик первой демократической волны Владимир Лысенко, но она на всех выборах набирала мало отличный от нуля какой-то результат, наряду со многими другими маленькими партиями. Помните, были там партии Слон, там еще какие-то, возможно, кто-то помнит, кто-то об этом читал. Ну, было порядка 48 партий в тот момент. Вот такой был. Да-да-да. И вот РПР, она была выбрана Рыжковым в качестве такой матрицы, просто для того, чтобы не воспользоваться уже имеющейся, так сказать, лицензией. И туда должны были бы войти известные люди, например, что сам Рыжков, Каспаров, Александр Осовцов довольно большую роль играл в этих процессах. Руководит фронт «Открытая Россия», один из ближайших сотрудников Михаила Даруського. И со стороны Рыжкова в этом участвовал Михаил Задорнов, некоторый юморист, а кто-то нацист. Еще там ряд депутатов Госдумы, достаточно представительная, в общем-то, была картина и кампания. И оказалось, что все должно получиться. Значит, началась какая-то кампания, начались региональные поездки. Каспаровцы с Рыжковым ездили сначала в Воронеж, потом в Петербург. И вот как-то уже все это, значит, мы так плавно подошли к апрелю 2005 года, когда вдруг выяснилось, что Владимир Рыжков буквально чуть ли не накануне съезда Республиканской партии, на котором должны были бы все эти изменения произойти, он позвонил Каспарову и сказал, что после ряда консультаций он решил, что нужно, сохраняя дружеские, партнерские отношения, все-таки идти разными путями. И, значит, Каспарову и его группы, в которых родился Овцов, Марина Литвиновича, я, значит, еще там несколько людей, Александр Рыжкович, значит, что они не хотят, чтобы мы входили в Республиканскую партию. Но это было очень неожиданно, мы были мало искушены в этих вопросах, не понимали, что происходит. Ну, я думаю, что, скорее всего, это была позиция Задорнова, который был, видимо, главным спонсором этого проекта, и, видимо, он как-то решил, что Каспаров слишком радикальный человек, и не нужно с ним слишком тесно связываться. Это моя гипотеза, я не уверен в том, что это было ровно так, но, скорее всего. Но, так или иначе, уже в этот момент Каспаров принял решение закончить свою шахматную карьеру, сыграл там свой последний турнир, объявил об этом и сказал, что он посвятит себя политической деятельности в России, деятельности против Путина, потому что он считает его угрозой будущего России и так далее. Вот. Наш вот этот круг людей, которые перечислили, мы, кроме перечисленных людей,